Вот так вот наш дом выглядит с улицы. С огоньками, которые меняются свет. То красный, то зеленый, то синий. Другие некоторые дома уже убрали. Это вкусная говь, да? Ой, твоя волосинка у тебя. Я как-то ее не так открыла. Ух ты, ну-ка, откуси ее. Кружи внутри. А, шоколадный, да? Шоколадный. Вкусная, нет? Ну-ка, посмотрю этикетку. А, вон вот здесь вот такая. Эскимо. Всем привет, с вами Надежда. На моем канале Страничка Надежды. Я рада вас видеть, правда рада. Я правда рада снова записывать видео, потому что для меня это какое-то, наверное, как для любой женщины, какое-то общение, какой-то треп, ну это классно. Это придает какое-то удовольствие. Агафья лезет в экран тоже со своей мороженкой. Выпросила мороженку в магазине. А, сейчас я вам расскажу в этом видео наши новости британские. Нехорошие новости. Однако, мы все равно не унываем, живем дальше. В общем, сейчас приехали из магазина. Я сделала кое-какие покупки. Не знаю, мне кажется, это интересно смотреть, что же люди покупают, семейные люди покупают в другой стране, как это все. Поэтому я вам покажу, что я купила, хотя там ничего, в принципе, интересного нет. Сейчас я так поставлю камеру, буду вытаскивать их в пакетах и показывать вам. Видно меня? Нет? Не знаю, как это показать. Смотрите, купили вот такие вот сушки. Нет, это, наверное, что это? Баранки или сушки? В чем разница от баранки и сушки? По-моему, сушки это маленькие, да? А баранки это большие. В общем, вот такие вот. Я вообще сама хочу их научиться готовить. На Ютубе надо посмотреть рецепты и самой их готовить. Маленька, пусть и мороженку поесть. Да, ты вкусно мороженку поешь. Ага, отходи, дай мама снимет видео. Вот такие вот сушки тоже. Написано на русском, с ванильным вкусом. Стоили мне, не помню сколько. Что-то около двух фунтов. По-моему, они из России, мне так кажется. Состав тут по-русски тоже написано. Вот такие вот сушки. Напишите в комментариях, те, кто из России. У вас такие вот, именно такие же сушки есть или нет? Нам очень понравились вот эти вот сушки. Мы их с чаем просто так грызем. Я вот хочу научиться их готовить. На Ютубе наверняка есть какие-то рецепты, как приготовить, вообще буду смотреть. Так, огурчиков маленьких взяла. Вот таких вот они есть только в русском, в польском магазине. В английском магазине таких нет маленьких. Также взяла на 7 фунтов денег груши. Дети очень любят груши. Взяла 2 помелы. Помела стоит 2 фунта. Вот такая вот. Фунт, если я не ошибаюсь, по-моему, 95 рублей российских. 2 помелы. Конечно же взяла семечки, свои любимые семечки. И когда-нибудь у меня будет подсолнечное поле, с которого мои пчелки будут собирать мед. А я буду собирать еще, кроме меда, еще буду семечки собирать. Когда-нибудь. Так, молоко взяла. Причем молоко немецкое, из Германии. Хотя в Англии все молоко британское. Но вот есть одна, по-моему, фирма. Может быть, еще какая-то фирма есть. Просто в том магазине не было британского. Я не беру никогда никакое другое молоко, кроме британского. Но я-то сразу взяла, ага, Филипп, потому что другого не было. Так, огурчики вот такие длинные, большие. Чеснок. Ой, Аташ, у тебя пасы. Собака упала. Собака, открой дверь, собака, пускай придет. У тебя тут шоколад упал. И вот такие вот замороженные латышские сырки творог, глазированные в шоколаде. Вот, ну и еще семечек. Леша с Мишей очень понравились. Миш, как тебе мороженое? Вкусно? Да? Да. Ну, хорошо. Леша, а Гаша, тебе как? Теплый. Кате. Вкусно? Теплый свитер, кстати, Леша. Светок. Ты шерстяной. Ты говорила, что он колется. Уже не колется? Не, не колется. Пришла я к свою точку, где я обычно снимаю видео. Хочу вам немножко показать кое-что, рассказать кое-что. Мне, во-первых, пришла сегодня вот такой пакет. Я так подозреваю, там каталог. Потому, как сейчас начинается сезон, скоро начнется сезон всяких посадок. Точно, даже два каталога. Нет, один каталог. Садовый каталог с семенами. То есть, можно заказывать любые семена. Здесь я вообще люблю сесть вот так вот, налить себе чашечку чая. Вот именно как я люблю сесть в тишине. И просто каждую вот здесь вот, да, вот каждую семена тут изучить. Тут много очень таких вот семян, каких-то старинных, так называемых heritage seeds. То есть, наследие, такое вот традиционное, там, британское наследие. То есть, семена, которые сохранялись там с 1080-60-х годов. И некоторые семена есть, такие вот сорта. И вот просто сидеть и изучать эти семена, что-то себе там заказать, что-то изучить. В общем, очень интересный каталог, который мне присылают. Я подписана, по-моему, на два точно, может быть, даже на три вот таких каталога. Я их получаю по почте. Так, это понятно. Что я хотела сказать? В прошлом видео я показывала у нас снег, всё бело. Но, как я сказала, у нас снег очень лежит недолго. В тот день, когда мы гуляли, в тот день, когда я снимала, это был единственный день, когда лежал снег. На следующий день снега уже нет. Всё. То есть, у нас один день полежал снег, и всё. Поэтому мы так сильно радовались ему, потому что, я понимаю, для людей, кто живёт в холодном климате, для него как бы, ну, снег, что нарадуется. А для нас снег, это вообще, это круть, это классно. Были года, когда снег лежал три дня, было даже как-то неделю лежал. А в этом году только один день. Агафья очень страдает. Ну, я ей говорю, ну, ничего, поедем в Россию, там будет много снега. Она правда, да? В общем, ждёт она. Ждёт она. Но! На этой неделе мне должен прийти, нам должен прийти паспорт. Но он мне бесполезен сейчас, потому что с сегодняшнего дня у нас полный локдаун. Нокдаун, а не локдаун. Полный нокдаун. Борис Джонсон вчера, что ли, выступал, сказал, что вот, коронавирусы, новая мутация распространяется, короче, ужас ужасный, все умрём, поэтому всех закрываем по домам. И у нас полностью закрыли, вот как у нас закрыли нас, когда там в мае, да, первая вот эта волна. Вот сейчас нас точно так же закрыли. Полностью. То есть работают только продуктовые магазины и какие-то медицинские, вот где можно купить какие-то медицинские препараты, как они, аптеки. Все. Школы закрыты, университеты закрыты, колледжи закрыты, пабы закрыты, джимы, всякие, как это, где плавают, бассейны закрыты, в общем, все закрыто. Сегодня я попила какао в городе с детьми последний раз, потому что все они закрыты, и это до середины февраля. Поэтому паспорт, который должен прийти мне, он фактически бесполезный, потому что... Потому что я не знаю, как вообще долететь до России. Россия, как я понимаю, не принимает с Англии, с Британией сейчас самолёты вообще. У меня уже сегодня такая была дикая идея. Мы просто вчера с детьми смотрели фильм про Сомали, два фильма посмотрели про Сомали. Такая идея, может быть, через Сомали поехать в Россию, приземлиться, пиратом помахать ручкой и транзитом в Россию. В общем, я, честно говоря, на данный момент я вообще не знаю, как добраться до России, вообще, я просто даже не представляю. Но я как бы не паникую, я понимаю, что Господь всё равно пошлёт выход, всё равно направит, и как-то оно всё равно будет. Пока что непонятно как. Как говорится, знаете, идёшь в темноте, светишь фонариком, видно только на первый метр-два метра. А что дальше, через пять метров, через десять, ты не видишь. Вот так же и здесь. Я не вижу, что там. Как мне добраться, мне непонятно. В общем, вот такие вот у нас новости из Британии. Тоже на днях пришла огромная, большая посылка детям, но дети не захотели, чтобы я их снимала. Там пришли какие-то автоматы вот с этими вот такими мягкими пульками. В общем, они по дому носятся, стреляют друг друга, какие-то западню там устраивают. В общем, у них войнушки такие домашние. Меня спрашивали, Надя, дети твои ходят куда-либо гулять, сами как бы без тебя, с какими-то друзьями и так далее. Ну, до локдаунов, до вот всего вот этого вот, они выходили гулять сами. Я им давала денежку, у них есть свой телефон, я уже об этом говорила. И они сами гуляли, они ходили в кафе, они где-то гуляли, гуляли, гуляли. А теперь вот в связи с тем, что все закрыто и уже гулять самому вот так вот, ну реально все закрыто. Раньше он ходил в скейт-парк на... Как это сказать, это... Рампс, такие как трамплины. И он там с ребятами, он там катался на самокате. А теперь это тоже все как бы, всего этого нет. Вот такие вот у нас реалии жизни. Все перешли на домашнее обучение. Школы все закрыты. В прошлом видео, где я показала, что я купила интересную такую растение и сказала, отгадаете ли вы, что за растение. Многие писали, что не знают, что это за растение, но многие отгадали. Кто-то писал, что это какая-то там пихта или еще что-то там, елка какая-то. Нет, это было неправильно. И это действительно араукария. Та, которую мама в Канаде абсолютно случайно ее встретила. Вообще очень дешево. Там всего лишь два цветка было, два растения. У одного была верхушка сломана, я его не взяла. И второй вот этот. То есть у меня выбора не было. Был вот только один вот этот горшок. И больше не было. То ли разобрали, то ли привезли мало. Мне кажется, разобрали. И стоило мне всего лишь 8 фунтов. Представляете, вообще просто бесплатно отдали мне его. Я, честно говоря, не думала, что можно вот так в Айкеа взять и купить араукарию. И вот то, что я знаю, где в Англии растет араукария, это город Шеффилд, зимний сад. Там вход открыт. И мы вот когда до всех этих локдаунов любили поехать в город Шеффилд, погулять там у фонтанов, зайти в этот зимний сад. Там музей есть еще. Зимний сад, и к нему пристроен музей. И там растет огромное-огромное, я не знаю сколько там, метров, наверное, 20 араукария. Красивая очень. Вот это единственное место, где я знаю, где она вот так вот растет. Кстати, этот зимний сад открывался в 2003 году. Кто со мной давно помнит его, я его снимала неоднократно, открывала его сама Ее Величество Королева Елизавета II. Так что многие люди угадали, это действительно была араукария. Я посмотрела, как ее выращивать. Получается, что ей, по идее, нужна подсветка, потому что не хватает света. Сейчас зима, и света не хватает. Я ее летом, конечно же, отправлю на улицу, но вот пока что у нее нет никакой подсветки. Но я так поняла, что ей нужен как и денежному дереву, как и лимоном, апельсином, вот этим всем. Знаете, о чем я подумала? У меня же на улице растет кумкват, это цитрусово, и растет лимон, который я из семечки вырастила. Надо сходить посмотреть. Я что-то не обратила даже внимания, как они себя чувствуют, потому что у нас были заморозки. Может, они умерли вообще? Надо сходить. Сейчас я вот это доснимаю, и схожу, посмотрю, как там мои цитрусовые. Кумкват я посадила прямо в землю, а лимон у меня стоит на улице, потому что дома ему не хватает света, и он просто чахнет. То есть я его просто оставила на улице. Летом вот он прожил лето, и оставила его на улице. Пойдем посмотрим. Не знаю. Вот то же самое с раукарией. Ей явно не хватает света. Вот в обычном как бы доме ей не хватает света. Но хорошо, что у нас дома не жарко, потому что в зимнее время ей нужно от 10 до 15 градусов. Там, где она стоит, там где-то градусов, наверное, 16-17. Вот так вот. Надеюсь, что хотя бы температуру я угадала, хотя, конечно, освещение у нее не очень, но хотя бы температура. Она стоит на подоконнике, на кухне. Вот, надеюсь, что она как бы вырастет, потому что не хочется купить растение такое красивое, такое экзотическое, и просто загубить его. Поизучала немножко в интернете, как ее выращивать. Может быть, у меня получится. Не знаю, что буду делать, когда она вырастет большая. Может быть, передам ее вот этому вот саду, как он называется, который в Шеффилде, зимний сад. Может быть, им передам, пускай мэра у кари растет там. Я не против. Посмотрим, что будет, когда она вырастет, если она у меня не сдохнет. Вчера послушала очередной раз, ну, как бы я знаю эту информацию, но я ее подзабыла. У нас, кстати, закат уже. Скоро будет. Красиво такое небо. Обожаю закаты. Вчера посмотрела еще раз ту информацию, которую я, в принципе, знаю, но обновила. Про квашеную капусту. Я вообще сама очень люблю квашеную капусту. Я ее не покупаю в магазине, потому что она мне не нравится в магазине. Я только сама квашу ее. Вообще, вчера взяла полтора вилка, насмотрелось видео, что как бы о ее пользе, там, про витамин С и так далее. И подумала, что сейчас такое зимнее время, когда всякие инфекции ходят, как раз витамин С, причем не синтетический, а натуральный. И как раз у меня была капуста, в общем, полтора вилка за... нашинковала, заквасила, в общем. Через пару дней будет готова капустка, может, через дня 4. Лежит пока. Не знаю, во что мне ее положить, потому что у меня нету никакой стеклянной тары. Пока что она у меня в кастрюльке. Посмотрим. Может быть, прямо в кастрюльке будет храниться, потому что, в принципе, полтора маленьких вилка, это немного. И на нашу небольшую компанию мы, в общем, съедим быстро очень. В общем, вчера она шинковала капусту. Также хочу сказать о том, что в следующие мои видео, я уже говорила, и сейчас снова повторю, в следующие мои видео, у меня есть материал на компьютере, который мне надо его обрабатывать. Мне надо с ним сделать, из него какое-то видео, чтобы вам показать, потому что он занимает много места на компьютере. В общем, надо его обрабатывать. О том, как мы были в России в прошлом году. Да, в это время мы были в России. Нет, в декабре мы были. Ну ладно, неважно. Вот, и потом я вам обещала вторую часть, как живет мама в Канаде. Там тоже были вопросы, какие ответить. И у меня еще материал по Канаде. И потом мама моя в прошлом году, когда была, по-моему, в прошлом году, не помню уже, была в России, она ездила в Калужской области, живет такой швейцарец, Йорк. И он организовал там такую как общину, занимается сельским хозяйством. Жена у него русская. И вот, в общем, она вот туда вот ездила, он их возил туда к себе, ну, потому что там дороги не было. В общем, на своей машине возил. И вот тоже кое-какой материал есть. Честно говоря, я не знаю, насколько он качественно снят был, насколько он будет интересный. Но я тоже сделаю видео, потому что мне кажется, интересно о швейцарце, который живет в России. Вот, потом, что у меня еще есть? У меня есть, я снимала еще, знаете, когда? Весной, по-моему, я снимала. У меня есть видео о том, как я взяла, по-моему, шесть разных, шесть, шесть, шесть разных видов молока британского. И из них сделала творог. Одинаково все, я всех заквасила. Потому что кто-то мне в комментариях писал, типа, вот, из британского молока не получается творог. Он там, какое-то там, молоко какое-то не такое, раз из него не получается творог. Я думаю, как-то не получается. Взяла шесть видов молока и провела такой эксперимент. Снимала, говорю, еще раз давно. И вот у меня лежит этот материал, мне нужно его обработать и показать его вам. У меня, ну, сразу забегая вперед, скажу, получились абсолютно из всех молока получился вот такой классный творог. Видимо, тот человек, который так говорил, он просто не умеет делать творог. В общем, вот такой вот у меня еще есть материал. Потом, что у меня еще есть? Все вроде бы. В общем, вот этот материал мне нужно обрабатывать и выпускать. Так что, если вдруг вы увидите, что Надя на снегу, где-то там, где-то в России, не думайте, нет, я не в России. А это просто материал с прошлого года. А теперь давайте пойдемте посмотрим, что же у меня с кунгватом и с цитрусами на улице. Мне аж страшно смотреть. Итак, я вышла на улице. Вон я вижу, мой лимончик вполне нормально себя чувствует. Как ты тут, дорогой мой? Нормально вроде бы. Пережил он нормально. Это лимон, который я выращиваю уже лет семь, наверное. И вроде он нормально чувствует себя. Ненормально. Он пережил холода. Все с ним нормально. Роза Дэвид Саустин что-то никак не сбросит листья. Ну, потому что, видимо, погода была такая. На улице, надо сказать, около... Ай! Два градуса. Около двух градусов. Смотрите, какие у меня грядки классные. Грядки! Вы посмотрите на эти грядки. Немножко полегло все, потому что был снег, лежал. Лежал снег, поэтому вот стебельки полегли вот так вот. В принципе, нормально. Это горчица. Кто не знает, это горчица. Вот так вот выглядит. Финхель. А, я смотрю, мороз все-таки. Смотрите, мороз немножко побил, да, финхель. Но мне кажется, он вырастет. Агафья очень любит этот финхель. Так, здесь у меня рассада шпината, которую, вы помните, кто-то у меня жрал. А, курсы жрали. Это у меня рассада лук-порель. Надо будет рассадить его. Вот так вот у меня грядки выглядят. Пойдемте посмотрим кумкват. Так, кумкват. Нормально тоже вполне. Вон он не умер, хотя были заморские, лежал снег. Все нормально. Куст крыжовника я обрезала. Это он уже обрезанный вот такой вот. В общем, нормально. На улице, надо сказать, холодно. Мне холодно. Зашла сейчас домой и вспомнила комментарий. Мне писала, какая-то женщина писала о том, что Надя у тебя говорит, кухня похожа на кухню ведьмы, что ли. Висят какие-то пучки. Пучки висят. Какие-то баночки с травами. Вот, кстати, смотрите, это знаете что? Это лен, который я собрала. Я его еще не обработала. Ну, в смысле, не вытащила туда семена. Тоже надо этим заняться. Да, действительно, у меня такая кухня нестандартная. По разным причинам. Висит у меня много чего над... Вот так вот висит. Закончилась у меня батарейка. Включила новую. В общем, висит всякое у меня вот здесь вот. Именно потому, что у меня не хватает шкафов. У меня фактически вот один шкаф и вот второй шкаф. Здесь у меня в этом шкафу у меня посуда. А здесь у меня чаи, всякое чаи. Ну, всякое кофе, какао, тоже чаи всякие. Все. Больше практически как бы... А, ну вот, этот шкафчик. У меня здесь крупы. Всякие разные баночки с крупами. Потом у меня вот такой шкаф. Здесь у меня, как вы видите, всякие кастрюли, всякие там эти самые. Тоже некуда впихнуть. Потом здесь у меня всякие запасы. продовольственные запасы. Так. Здесь у меня, ну вот, немного места есть. Это я вчера здесь освободила место. Выкинула много чего отсюда. Здесь тоже, вот видите, здесь для готовки. Ну, как бы, очень мало места. Все. Здесь у меня всякие пакеты, всякие хозяйственные, всякие вещи стоят. И здесь у меня под раковиной всякие эти самые. Кстати, у меня снова дверца сломалась. дверца опять сломалась. И все. Больше у меня, как бы, нет шкафов. То есть, места мало. У меня висит вот так вот над окном, не потому, что, как бы, мне это супер нравится, а просто потому, что мне этих сковородок некуда девать. И мне кажется, как бы, это не неплохо, скажем так. Мне, в принципе, нравится. И очень удобно к использованию. Мокрые сковородки просто, как бы, сначала я складываю их вот сюда вот, они, вода вся сходит с них. И потом я вешаю. То есть, мне удобно так использовать. Насчет всяких пучков я вам показала. Одна это пшеница, которую нужно собрать семена с нее. И второй это лен. Тоже, кто давно со мной, тот помнит, что я каждый год сажаю лен и собираю свой небольшой урожай. Нравится мне это. Не почему, просто нравится. Сзади у меня вот здесь вот действительно всякая полочка со всякими сушеными зельями, травами. Но это не потому, что я какая-нибудь там колдунья, а просто эти травки, они все очень нужны. Могу показать. Здесь у меня шиповник, здесь у меня сушеный лук. Сушеный лук. Иван-чай, лавровый лист. Там у меня не помню, ароматная такая травка, не знаю, как она называется. Потом стоит баночка с маком, соль, коламус руд. Это, если я не ошибаюсь, это аир, по-моему, по-русски называется. Из него я делаю настойку. Потом это тоже коламус. Там у меня эхиноцея, боярышник, остатки боярышника. Там, по-моему, корень одуванчика, специя. Здесь, я не помню, что здесь у меня. Посмотрим. А, орешки. Мама когда-то привозила орешки. Мы их не так, никак не съедим. Орешки. Потом у меня здесь ромашка. Там у меня корень этого самого пырея. Тоже очень нужная травка. Не спрашивайте, зачем нужна. В общем, здесь иван-чай, иван-чай. Это у меня, я перетираю шкарлупу, куриную. И мы это едим, как кальций. Для хорошего, как сказать, баланса диеты. Там у меня полынь-пижма. Это тоже у меня этот самый коламус рот. Ну, в общем, и все. Вот здесь у меня тоже всякие травки мочегонные и для чистки печени. Ну, и самовар, конечно же. Самовар, кстати, турецкий, не русский. Также у меня холодильники оба заставлены сверху, потому что нету достаточно места. Здесь у меня стоит моя ступка, кофемолка, коробочка для всяких потайных конфет, она сейчас пустая, свечка, ложки, поварешки, соль. Здесь у меня стоит настойка как раз вот это вот от зубной боли, потом настойка, как это называется, на спирту прополиса, черная от летучих мышей, как она называется, какашки летучих мышей, как она называется-то. В общем, мы поняли, кто понял, тот понял. Здесь у меня машинка для стрижки, чипсово-отделательная, коробочка, коробочка-механизм, здесь у меня коробочка для семечек, которые я грызу, ну, здесь у меня блендер, соковыжималка, корзинка, там кое-какие тоже вещи лежат, ну, и все, вот, в принципе, еще корзинка, там тоже вещи лежат. Вот, в принципе, и все, потому как у меня мало очень места, вот шкафчик, вот шкафчик, ну, этот не считать, да, потому что это шкафчик под раковиной, там тоже у меня не считать такой, как сказать, шкаф для всяких таких вещей, не совсем кухонных, вот этот шкафчик и вот эти два, все, больше шкафов нет. Вот такая вот у меня кухня, не могу сказать, что она удобная но она у меня есть и честно говоря вкладывать какие-то большие деньги для того чтобы ее как-то тут трансформировать у меня нет к тому же если есть такие планы грандиозные планы по постройке дома и всего лучше там построить новую кухню чем вкладывать вот в это вот свое вот здесь вот пространство я здесь живу уже шестой год и меня в принципе моя кухня устраивает конечно она старая у нее периодически отламывается что-нибудь но как есть скажем так вот так вот показала вам заодно и свою кухню вот такой вот у меня влог сегодня всего понемножку вернулась обратно к себе в комнату за стеной у меня дети играют поэтому может быть вы будете слышать какие-то крики мне подарили три маски вот кто бы мог подумать начале 2000 года до до этого что мы будем носить маски эти намордники мне подарили три намордника сейчас вам покажу каждый намордник потому что они с юмором скажем так маски с юмором сейчас покажу смотрите первый такой вот намордник на нем написано что на нем написано не вижу 2020 год но это как бы когда отдается фидбак как это сказать ну вот например как моя мама до летала определенной компании через турцию ей очень не понравилось и потом помните я пошла смотреть фидбакс то есть сайт на котором люди оставляют свои рекомендации наверно так это будет по-русски не знаю как это будет по-русски об этой компании и вот здесь тоже такой как бы рекомендация 2020 год одна звезда дали дали этому 2020 году и написано не то что я ожидал не рекомендую 2020 год так следующая маска тоже черная я такие вообще маски не очень люблю честно говоря ну просто как подарок он ливарин дейсу а дом get fight вот такая вот маска на которой написано что я ношу эту маску только для того чтобы не быть уволенным вот такая вот маска и третья маска 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 нади сколько можно повторять это слово так третий намордник что здесь написано sorry i'm late i didn't want to come извини что я опоздал я вообще-то не себе я не хотел приходить но это такой британский юмор кто понял тот понял вот такая вот масочка а я хотела с вами поделиться надеюсь что это видео не будет слишком длинное слишком нудное потому что я знаю что вы не любите слишком длинные видео хотя некоторые пишут что нет мы любим но я же по просмотрам вижу что люди не смотрят до конца длиннющие видео но я хочу с вами поделиться такой идеей своей тем более мы сейчас сидим на локдауне сидим на закрытии нас закрыли наш зоопарк в общем все звери сидят по клеткам вы знаете у меня есть чердак он не жилой то есть по нему нельзя ходить там нет пола можно провалиться и прям вот на 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 нижний этаж провалиться у меня здесь стоит в комнате вы видели коробки с маминой одеждой там внизу еще какие-то коробки есть то есть у нас просто не хватает шкафов что ли я так понимаю ну да наверное не хватает шкафов нужно 1 в этом в этой комнате один маленький шкаф его вообще не хватает короче говоря у нас много тех вещей которые мы не пользуемся вот на данный момент вот стоит три коробки мамин аккордеон стоит и три коробки они принципе в этой комнате вообще не нужны мама не знаю когда она приедет и эти коробки чего не здесь торчат но я не могу с ними ничего делать это не мои как бы вещи я хочу чердак облагородить так сказать там нет света там нет пола но есть это пространство у меня есть доски на улице лежатку помните который мне при привезли еще и складывала и думала чтобы мне такой из них сделать и у меня такая пришла мысль а что если эти доски постелить там на чердаке пол прибить их чтобы просто можно было ходить по этому полу и туда отправить все что не нужно как бы на это на этих этажах на этом этаже на нижнем этаже в общем туда все это отправить потому как у меня нет какого-то сарайчика какого-то такого вот он у меня есть но там он очень мокрый он очень сырой в общем отправить туда все свои вещи вот такие вот ненужные вообще если ты хочешь делать жилое пространство в чердаке да то ты должен спрашивать разрешение у государства ты не можешь из него просто сделать комнату но потому как и это будет нежилое просто постелить доски туда вещи сложить это можно но у меня нет лестницы в общем не надо где-то или купить хотя не знаю где может сейчас вот да он купить лестницу я попросила у друзей а у них я знаю точно была лестница но они точно не знают где она может быть дадут мне лестницу хотя бы на то время чтобы сделать там пол а потом я как-нибудь что-нибудь придумаю с лестницей в общем непонятно как туда добираться там люк такой и там очень очень темно надо будет туда провести какой-то led освещение в общем как-то туда провести освещение хотя бы немножко и в принципе может с фонариком залазить туда и туда все эти вещи отправить вот такая у меня идея сейчас на локдауне этим заниматься делать пол может быть когда-нибудь когда я может быть выкуплю этот дом потому что есть принципе такие планы я уже вам об этом говорила я по закону имею такое право но это я сделаю отдельное видео тоже у меня есть интересная информация для тех кто интересуется как же в британии люди живут вот отдельное видео в общем в принципе теоретически в будущем можно там сделать жилую комнату она будет без окна в принципе теоретически можно окно сделать но это как бы надо крышу разбирать делать окно в общем это как-то слишком сложно мне кажется но жилую комнату в том плане что может там вот это пол сделать черновой потому что линолеум постелить стены отделать ну то есть это что было прям вот комната свет провести такое вот чердачное помещение в общем поделилась с вами своими идеями поделилась своим настроением своими какими-то мыслями надеюсь вам было со мной не скучно пишите комментарии добрый приятный говорят надя любит чтобы ее поливали медом да вы представляете надя любят чтобы ее поливали медом я не люблю когда в меня кидают какашками поэтому не кидайтесь какашками если вы даже с чем-то не согласны просто высказывайте свое мнение культурное я его конечно же приму потому что каждый имеет право на свое мнение в общем пишите комментарии задавайте вопросы ставьте обязательно лайки подписывайтесь на канал заходите в посылке в инстаграм можете заходить и в контакт но если вы там будете писать в контакте не ожидайте что я вам сразу же быстро отвечу потому что там столько писем там что-то около 500 писем я вот каждый день через день по одному по два письма отвечаю ну представляете если вы мне там напишите в личку сколько вы будете ждать ответа очень долго поэтому если напишите то не ожидайте что я вам сразу же отвечу в общем все я заканчиваю свою болтовню свой кола свое видео надеюсь вам понравилось всем пока и до новых встреч